Здравствуйте, пожалуйста. Тема сегодняшней проповеди, как я обещал в прошлое воскресенье, как быть богатым Богом. Тема очень интересная. Но перед тем, как начать сегодняшнюю проповедь, я хотел бы объявить о том, что у нас намечается пост. Трех недельный пост. Я думаю, что кто хорошо знает писание, то вы можете вспомнить, что кто-то молился три сервисы. Три сервисы, три недели молился пророк Даниил, другой егейский имя его Малтаса. Я хочу ответить в десятую главу пророка Даниила и прочитать эти стихи изгибления. Они очень важны, чтобы нам вонсили этот духовный пост. В десятой главе пророка Даниила, с первого стиха, написано так. У кого есть, вы можете открыть, у кого нет, можете посмотреть или читать по проекту. В третий год Кира, царя Грисийского, было откровение Даниилу, который назывался Кирилем Малтаса. Истинно было это откровение великой силы. Он понял это откровение и неизумел это фильмы. В эти дни я, Даниил, был в седом и в седом и в седом и в седом и в седом. И давайте обратим внимание, какой вкус. Вкусного хлеба я не ел. То есть, облегаются все кулачки, пирожные, торты, бисквиты. Мясо и вино не входило в густа мои. Любое мясо, рыба, свинина, телятина, зайчатина, дикое, домашнее мясо, оно обладает. Вино не входило в густа мои, любой алкоголь. И мастями я не умощал себя до исполнения трех седей земли. То есть, отпадая все благогония, какие-то пленю масла. А в 24-й день первого месяца был я на греку большой реки Тигра. И поднял глаза, и увидел вот эту лужу, эту черную медленную одежду. И через эту опоясанную столу, то есть стульфаза. Тело его как капрасы, целый, как вид молнии, очень, как горячие свиньиники. Руки его и ноги его подняли, как блестящая нить. И глаз речи его, как волос множества людей. Как упрямлен в его хор. Гармония. И только один я, Данил, видел это видение, а больше со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы срылись. И остался я один, и спотом на это великое видение, но во мне не осталась крепость. И вид, и сам его чрезвычайно изменился, не стало во мне бодростью. И услышал я глаз кофе, и как только услышал глаз кофе, его в оцепенении пал мне на лицо мое, держал лицо к земле. Но вот рассталась в меня рука, и поставила меня на колени мои, и над нами упор. И сказала он мне, Данил, муж, желание, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твоей. Ибо в тебе я послан в ныне. Когда-то он сказал мне эти слова, я стал встретить. Но он сказал мне, не бойся, Данил, с первого дня, как ты расположил сердце, будешь, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышали. Я пришел бы по словам твоей, но князь царства Хрисистос стоял против меня 21 день. Давайте я не запомню. 21 день стоял против него. Ну вот Михаил, один из первых князей, имеется в виду, Архан был Михаил, пришел, помочь мне, и остался там, при царях Хрисистос. А теперь я пришел бы объяснить тебе, что будет здорово в твоем последние времена, так как видение относится к отдаленым дням. Когда он говорил мне такие слова, я приквал лицом к моим. В земле, где они нет. Но вот мне это, похоже на суд, но в человеке, коснулся к уст моим, и я оттуда к устам моим стал говорить и сказал стоящему предоставку. То есть господин мой, от этого видения, внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить, рак такого господина мой, просто таким господином мой, и по во мне нет сил, и дыхание забило во мне. Когда снова прикоснулся ко мне этот человек, и сказал, не бойся, муж желаю, мир тебе, мужарство, мужарство. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори, господин мой, и в ответ крепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел себе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Хрисистосом. А когда я выйду, то вот придет князь Христос. Впрочем, я возвещу тебе, что отчеркнуло истинное Писание, и никого, кто покидал бы меня в пол, кроме Михаила, князя вашего. О чем здесь говорит священное Писание? Священное Писание говорит о том, что опленный муж Божий, муж желаний, тот, который потом стал пророком, потому что пророчество его были, да и имени, не были истинные, Он вошел в опленный пост, для того, чтобы голос был в услышанной высоте. Он отразался от каких-то таких зимних удовольств и наслаждений. Он не пил вина, он не ел каких-то таких срадов, он не ел мясо. Он вошел в состояние опленного поста и накатился в этом посте 21 день. И потом, после того, как он находился, я думаю, что он и продолжал быть дальше простить, но на 21 день пришел опленный князь. И речь идет о том, что на Писание идет постоянно такое духовное столкновение, духовная война, духовная братья. В зависимости от того, как мы молимся, в зависимости от того, что мы можем не упрекать молитву общения, не молиться. Происходит опленная проблема тех, каких их сил. Например, если церковь, я могу так сказать, перестанет молиться здесь в Болгарии, темные силы окончательно обладают этой страной, и здесь не останется ничему святое. Насколько велика ответственность верующего человека в отдельности, и церкви взяты вместе в целом. Поместная церковь в Болгарии. Великая ответственность, на самом деле. Вы знаете, на самом деле, я говорю, что Бог вызывает нас, или одессе, уходить в такие посты. И с пасхальными праздниками всегда принято в христианских церквях ходить в пасты-посты. Этот пост не в Бог, он частичный. То есть не нужно отказываться абсолютно всего. Можно есть овощи, можно есть платы, можно есть фрукты, можно есть салаты. Но от чего-то нужно просто отказаться по огромным духовным причинам. По той причине, что просто Бог так повелел, Богу просто виднее от чего отказаться, для того, чтобы нас ждут, наконец, в создании Бога Господа, в создании Чудительницы. Я говорю, что все те, кто принес вам вот этот призыв, в один вот этот пост, они получат очень обильные благословения. Ваш духовный суд, он обострится. Ваши духовные глаза, они начнут лучше видеть. От того, что вы будете правильно проститься, очень много зависит. Как на физическом уровне правильно проститься, так и в духовном уровне желание, чтобы научиться слышать голос, чтобы развить еще более интересные взаимоотношения с Иисусом Христом. Для того, чтобы действительно реально верить то, что Бог слышит нас на высоте, входить в Немного святая святых, очищать себя, хранить себя от идолов, хранить себя от греха. Понимаете, это все имеет колоссальное значение. И Данил все это делал, он все это исполнял. И вы знаете, только на 21 день ему пришел князь, очень мощный такой воин, который говорит, что я с первого дня услышал твою молитву, но не мог тебе прийти, потому что во дню вот очень серьезное противостояние. Понимаете, да? Бог не сразу отвечает на наши молитвы. Бог не сразу отвечает на наши посты. Вы можете проститься 10 дней, вы можете проститься 40 дней. И только на церковую день ему идти Бог и ответить на вашу какую-то личную, понимаете, да, или на ваш пост. Именно церковный пост в целом. Когда постится целая церковь, это очень сильно. Это обладает более мощной постой. Воспруждается гораздо более мощная сила, чем если бы один азиатр, берущий человек в ладьвии. Это очень важно. Поэтому периодическая церковь, она признала ходить в такие посты. И поэтому я, ну, сегодня у нас как бы отдельная подготовка, да, мы можем там вечером еще съесть все, что мы захотели. Но пост у нас начинается завтра, что на дня. То есть завтра, что на дня призываем. И опять же, в нашей церкви нету приудетов. Мы никого не вынуждаем. Но я просто призываю, потому что, если вы отвлитесь на этот призыв, то войдете в этот пост, и вы просто получите интерес, что есть объединенные подоцеления. Я это точно знаю. И мы можем пережить то, что интересно. Однодневный пост – это хорошо. Но, как мы выяснили сегодня, в некоторых случаях победа приходит, или ответ на наш пост приходит не на первый день, и даже не на десятый день. Он может идти только, когда мы длительно постимся за какую-то нужду. Не просто постимся, мы еще не молимся. За создание нашей церкви, призываю молиться, да, за наше хождение перед Богом. Для того, чтобы нам действительно вести святую жизнь. Потому что Библи говорит, что Рожденный от Бога он не грешит. Он хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Чтобы нам кажется, что такое чистое непорочное состояние. Примером просто привлекая к себе, потому что, вы знаете, на самом деле, книга Ия не говорит о том, что 1 апостольской церкви Бог сам прилагал к спасанию церкви. Сам прилагал. Нам не нужно создавать каких-то искусственных мероприятий, чтобы как-то искусственно кого-то затягивать или заманивать нашу церковь. Когда церковь находится в хорошем состоянии, люди сами начинают это говорить. И для меня очень большое, знаете, на самом деле, как вот елей. Когда кто-то приходит, к нам неоднократно приходили люди, которые говорили, «Меня ждут от его индук святых». Просто, для того, что многие из нас, мы слышали это свидетельство, люди летом вот так просто приезжали, говорят, что... Но вот я шел по улице, и Бог мне сказал, зайди сюда. Вот такие свидетельства. И Дух Святой проговорил мне прийти сюда. Я заблудился в городе. Ходил в Кабиру, вышел сюда, и вышел прямо сюда, оттуда. Для меня это мощнейшее, знаете, на самом деле, свидетельство. То, что Бог с нами, Он сам прилагает. Я хотел бы, чтобы Бог и дальше помогал, и чем больше, и чем лучше. Но нам нужно быть готовыми. Аминь, да, это то, что принимает, чтобы здесь вознождалась благослава. Чтобы хватило любви для того, чтобы принять любви. Любви со всеми их какими-то недостатками, может быть, пороками, для того, чтобы люди приходили и чувствовали, что они здесь нужны, что они востребованы, что они здесь видны. И эта любовь, она будет их освобождать. Аминь, от греков их, от их пороков. И они будут в Господу меняться. И так, пост, частичный пост. Я думаю, что это не жаль, да? Частичный пост. Ну, просто от чего-то страдается. От мяса, от длина и от мышечных изверей. Ну, именно от таких вкусного хлеба я не ел, не ел, от булочек. Жертва была даром. На долгодстве крестей это была жертва. А в последний день поститься, я считаю, что это даже не жаль. Это просто один из таких этапов моего духовного хождения перед Богом. Просто попробуйте, просто измедляйте. А каши можно и кушать? Как? Простой, как можно и кушать. Каши можно и кушать. То есть, в виде кризамблера, мясо не ел. Вот булочки всякие вкусные, не ел. Или на него, все. Все остальное вымешно. Поэтому, просто одно дело полное, когда, ну, например, если вообще ничего не есть, это пульс. Это те, кто есть дыкатурные. Но частичный пост, он просто нас в какой-то степени к чему-то готовит. Я хочу сказать, что когда мы едим мясо, или чего-то, каких-то сладостей, каких-то пряностей, на физическом уровне, я как раз говорю, ваш мозг, он становится более чистым, более ясным для восприятия. Ну и понятно, по вино это понятно. Потому что вино, он оттуманится, даже разум. А, значит, так, в ручку не жарится. Нет, так куриные мясо можно. Потому что я приготовил мясо, когда... Вот, все очень, все очень четкие компетенты. Мясо, кушать и вино, все. Все, что нам нужно. Да? Нет, рыба, рыба, это тоже мясо. Молоко, Форе? Молоко в городе моих домах? Это меняется. Да. Давайте мы помолимся, чтобы благословить этот пост. Мы можете не оставаться. Просто склоним наше сердце. Олег, всем konkur 물어�osse. Мы молимся за благословения, Господь Ильич. Благословим этот пост. Чтобы нам упаститься, не перед людьми. Чтобы нам упаститься, не перед людьми. Чтобы нам упаститься, не перед другом. чтобы нам очищать нашу душу, Господь, чтобы Господь, Господь, нам освящать наши жизни, чтобы Господь, Господь, нам развить еще более тесно за возражение с тобой. Пожалуйста, благослови, Господь. Дай во время нас встанет, встанет, думать, и получает я тебе. А только после жертвы, которой Господь, Господь, была принесена две тысячи лет тому назад за каждым из нас. А твои люди, которые ты имеешь в нам, Господь. А синий воскресенье это моё, Господь. Прибери вот этого пасхального праздника, Господь, через пасхальные события, продолжаясь о том подвиге, который ты совершил в праздник каждого из нас. Тебе за все славу, Теси, была Владыка. Мы молимся тебе, Господи, мы принимаем. А тебе благословение, Господь, Иоанн, Иоанн, и Отец. И дано вере, Господь, встанет, войти в этот пост, Господь, Иоанн, и благословение. Во имя нашего Господа Иисуса Христа, Аминь. Аминь. Слава вашему Богу. Итак, я хочу открыть сегодня первое место в сегодняшней делу. Оно написано в Иоанне Адмаре. И мы опять возвращаемся к этой истории. Я хочу вас ее прочитать, чтобы подвиги немножко другого ракурса. 10. 10 глава, 17 стекан. Когда выходил он в путь, побежал, не пропал, перебил на колени и спросил, «Учитель благи, что мне делать, чтобы на свет платьшить и лично?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь на благе? И никто не плакал, как только один Бог. Знаешь, за кого? Не приюбай в действии, не убивай, не гради, не лжеседительствуй, не обижай. Иисус Христос мог перечитать и перечитать эти законы, но в основном это 10 законов, которые все евреи в то время знали. Он же в 20 стихе сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранение от юноши». То есть это был закон о послушной юноши. 21 стих. Иисус взглянув на него, полюбил его, давайте вам это запомнить. Иисус Христос полюбил его, увидел его сердце, увидел его ревность, а то, что там есть искренное желание как-то уходить, или искренне узнать, как спастись, как в этих царствах небесных. И сказал он, «Одного тебе не достают». Вы знаете, Иисус Христос, он все целеется. Я не думаю, что юноша не доставала одну, только одного, чтобы он от чего-то отказался. Если Иисус Христос смотрит в сердце, он видит там причину. Вот в сердце это юноши было благопатно. Она могла быть разной. Но Иисус Христос точно и четко называет причину, которая удерживала этого юношу в состоянии ракции. Если бы подошел какой-нибудь блудник или пьяница, Иисус Христос был назван на причине, что ты, например, и прилепли к такому-то другу. Оставь свой леп и следуй за мной. Возьми лезть. Но в данном случае сердце юноши, оно было чему-то прилепленным. «Одного тебе не достают». «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и последуй за мной, взяв лезть». Иисус показал причину. Юноша был прилеплен к своему богатству. Два скоростей. «Он же, смутившись от всего слова, отошел к счастью, потому что у него было большое имение. И посмотрел в овох, Иисус говорит ученикам своему, как трудно имеющим богатство в антиксарстве. Ученики ужаснулись от Софии». Вы знаете, я думаю, что в то время тоже было распределено Евангелие просветали в этой степени. В те времена тоже думали так, что если какой-нибудь религиозный человек, он еще и тому же и богат, а со всех сторон он пошел, он наверняка уже бог с ним. Но наверняка это человек спасет. Понимаете, да? Но это было не так. И поэтому, когда Иисус Христос сказал, трудно имеющих богатство в антиксарстве Божьем, ученики не заснулись. Они искренне верили в то, что богатство – это как прилагающееся к тому, что у тебя есть вера. И они тоже надеялись, что он может стать богатым. Но Иисус опять говорит им в ответ «Дети, как трудно надеющимся на богатство в антиксарстве Божьем, как трудно надеющимся». Видите, акцент. Человек, который надеется не на Бога, хотя он может быть, что он верующий, но он надеется на самом деле на богатство, он не может в антиксарстве Божьем. Удовнили люди братья сквозь и больные уши, нежели богатому в антиксарстве Божьем. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись. Иисус воззыв на них и говорит «Человекам это невозможно, но не Бог, ибо все возможно в Богу». И смотрите, что Петр спрашивает. Иначе Петр говорит им «Вот мы и оставили все, и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ «Истинно говорю вам, нет никого». Иисус говорит «Нет никого». То есть абсолютно всех, кто оставил Богу, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или семь ради меня и Евангелия, и не получил ныне, прямо сейчас, во время семьи, в тот момент, когда я от чего-то отказываюсь, в этот же момент, среди гамин, я получаю во сто крат, это обетование Иисуса Святая, обещание. Во сто крат более того, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и семей, о веке предыдущей и жизни вечной. Хорошее обещание? Это обещание Иисуса Христа, Иисус никогда не обманывает. Аминь? Когда Он что-то говорит, это всегда дай ей, это всегда жрец, на тысячи процентов. То, что обязательно исполнится. Но нужно от чего-то отказаться. И это говорит о том, что речь не идет о том, чтобы чай взять и все оставить, и отказаться. Речь идет о том, что если прелеплено сердце мое. Вы знаете, претерий здесь такой, если есть в моей жизни то, что меня очень часто забрали, я вот после этого все, я впадаю в какую-то память, тяжелейшую депрессию, я не могу это, я не могу это пережить, я ложусь и умираю. Вы знаете, какой человек блаженый был? Иом, да? Вот у Иома, у него было абсолютно все. Он был очень богат, это был правильный, благочестивый человек перед Богом. У него была очень хорошая семья, у него были дети, у него были прекрасные, красивые вечеря. И в один какой-то апрелянгамин, у него все это забирается. Если бы этот человек был прелеплен к своему богатству, или если бы этот человек был прелеплен к какой-нибудь дочери своей самой любимой, самому любимому сыну, он бы в этот же день сказал, я жить больше не хочу и не буду, я ложусь и умирать. Или бы он чуть попозже, но все равно бы умер. Как называется, да? Если бы он был прелеплен, но его был не прелеплен, его охождение перед Богом, он говорит эти слова, «Нак, вышел я, ищи его матери своей, на кого ищу». То, что было сюда, Бог и взял. Помните эти слова? Да будет имя Господь, благословение. И Библия говорит, что и во всем этом не согрешили. В этих словах была правда и истина о том, что и он в нем был прелеплен ни к богатству, он не был прелеплен к детям своим. Хотя каждый день молился за детей, чтобы если кто-то согрешил мои детей, я буду служать за них, я буду молиться за то, что Бог, пожалуйста, прости моего ребенка, прости моего сына, прости мою дочь, я вступаюсь, я катаклюсь за них. Но это в первую очередь твой сын, это в первую очередь твоя дочь, ты в первую очередь. Моя задача просто вот, на самом деле, я хочу ответить на это вот тайну, когда я здесь. Тайство Библии, оно говорит о том, что задача родителей, это не вестись на своем ребенке, это не вестись на консерене Бога, где Иисус голосовал ответственность за своего сына и дочь. Задача родителей познакомить своего сына или свою дочь с живым Богом. Аминь. Привести рано легко на своего сына или дочь к познанию Иисуса Христа. И тогда мой ребенок будет в самых надежных руках. Согласны со мной? Это да, не мы. Это задача ответственности твоего родителей. Если мы ответственность не выполняем, наши дети находятся в опасном состоянии. Аминь. Потому что я сам не могу их защитить. Я сам не могу оберегать почти 50 куб. Я несчастный человек. Постоянно я не думаю, что там с моим сыночком, или что там с моим дочкой. Аминь, аминь. Но когда я полностью сверху вручил, моих детей, мое сердце покаялось, потому что я люблю мои дети в самых корыше. Вот таким человеком был Иосиф. Да будет имя Господне и благословение. Аллилуйя. В этом месте Иисус Иисус призывает. Если есть что, Господи, на чему ты любила сердце твое, тебе надо одно обрадоваться. Иначе ты находишься в рабство. У этой вещи, у этого какого-то понятия, у этого какого-то учения, у каких-то знаний, у какого-то типа, у богатства. Ты можешь быть в рабство какого-то греха, ты можешь быть в рабство у какого-то человека. Потому что ты говоришь так, если у меня уже тогда отлил, то я больше не жрец. Мне просто, все, я ложусь в мир. Тогда Иисус и Иисус в этом доме, если бы, тогда ты не раб, Иисус, ты раб чего-либо. Потому что, если вы делаете верх, Иисус Иисус говорит, иудеи, то вы являетесь рабами века. Если человек делает систематический верх, он не является кожным рабом, он является рабом веками. И здесь Иисус обещает, то, что в тот момент, когда я каким-то образом вручаю моих детей, мою маму, моего отца, сестру, брата, в этот же момент, на небесах, я тоже облетаю во сколько раз больше. Если я отлепился от такого-то богатства, в этот же момент, по 100 раз, у меня также на небесах опадывается такой небесный счет. Это да или нет? Это правда. На небесах я мгновенно становлюсь богатым. Богатым для отчасти Бога. Ты в персии говорит так, слова Иисуса Света, «Многие жутут первые, последние, и последние первые». Это выражение, оно говорит о том, что мы смотрим в этом мире на какие-то внешние такие вот вещи, понятия, условия на человека. Он в этом мире он первый. Он богат, он успевающий, он там восславен, у него колоссальное знамя. Но Иисус говорит о том, что этот первый, в этот момент, если он прилеплен к нитку, в этот день он станет последним. А тот человек, потому что на самом деле, если посмотреть на всех апостолов, апостол Павел сказали, «Мы как сот для этого мира, мы как сот для этой земли». Вот просто нас вычитают за сот. Посмотришь на какого-то человека, а он весь каких-то таких, невзрачных одежда, он как-то просто выглядит всегда, есть это какое-то видение, домашнее будет, вообще у него ничего нет. ну, просто какой-то вид, как говорит, что вот этот последний, если он не уповает на Бога, Бог на день он станет каким? Он станет первым. Потому что у Бога совершенно другие критерии. Соро в стихах. Иисус же подозвав сказал ему, «Вы знаете, здесь Иисус говорит такую интересную истину, то, о чем я в прошлый раз в послого святения говорила, что почитающиеся князьями народов господствуют на них, и вельможи их властвуют ими». То есть контроль, тотальный контроль, власть над какими-то людьми они указывают, они повелевают, но между вами это не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. Соро четвертости. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Приятно это слышать? Поначалу, да, поначалу было как-то странно, но потом я согласился с Богом. Вы знаете, на самом деле, вы можете придя в нашу взятки в первое время так, удивиться, потому что здесь нету приказов, которые мне отдают. какой-то диктатуры, о том, что мы просто, мы привыкли, что вами должны как-то вот так каванговать. Просто скажите нам, что делать, мы сделаем, да? Но я хочу сказать, это было очень трудно. Вот когда я пришел, я, у меня всегда были какие-то такие организаторские способности. В армии, например, был сержантом, я 8 месяцев учился в учебном поколении. Вы знаете, кто такой сержант в армии? Ну, кто в армию служил, кто знает. Сержант в армии, это, у меня есть большой командир. Ну, можно сказать, что офицеры, они там будут. Ну, они перейти с ним в кольт, доводят команды, но, чтобы довести приказ до конца, вот это все лежит на сержанта. Они постоянно с солдатами находятся, и они контролируют этот процесс. И вот, можно так сказать, что вот эта прямая, вот эта прямая власть, в армии, она находится в обещании именно сержанта. И именно сержанты достают вот этот, ледовую состарушку, ледовые, солдаты, простые, они сержантов просто ненавидят. Потому что эти сержанты постоянно вот так над ними написают. Вот я вот сержант. Вы знаете, на самом деле, просто сами, когда я пришел, я кроме того, да, как точно, есть я, у меня был очень ограниченный словарный запас. То есть я был командный. Потом я пошел на завод, я в институт сразу не уступил. И на заводе уже через полтора года я стал уже бригадиром. Через полтора-два года я был бригадиром на точном участке, потому что в сержант, он бывший сержант, в мире командный. Вот и там я тоже тоже раздавал команды. Но когда я пришел в церковь, я понял, что здесь вот это не пройдет. Что вот так вот командовать, ну, там, говорится, на простой языке пинки раздавать, на право и на лево, но здесь не пройдет. Это такое место. Долго время мне пришлось вот так просто обучиваться. Здесь не армия, здесь не какое-то областное подразделение, здесь не какая-то человеческая структура, где вот стоит какая-то Иракия и над нами кто-то господствует. Понимаете, да? Церковь – это какое-то место. Церковь – это место, когда мы учимся оттуда вручать руки нашего Господа Иисуса Христа. Здесь царит не демократия, не не демократия, не демократия. Здесь не какая-то календарная церковь, где просто дефектно, просто вас контролируют 24 часа тут. Если это что-то шаг права и шаг лево, будут облены такие взыскания. Мы, я хочу сказать, это труднее всего, внедрить церковь теоретическую образу. Власть теоретии – это когда нежный Бог, абсолютно любящий, когда Он приходит в наше собрание, и Он нас никогда не будет заслалять, Он ждет. И каждый раз Он пусть ставит нас перед выбором. Он говорит о том, что вот, благословение покрасит, да, избери. Жизнь и смерть избери. Как написано в Минуте из-за законных. Бог пусть ставит нас перед выбором, но выбирай сам. И вот здесь не нравится на самом деле этот момент послушания. Я хочу сказать это, что Библия говорит в апостоле «Кто любит Бога, кто любит Бога, кто слушает Его голос и тщательно исполняет заповеди». Устройство в церкви построено на Божий мир. Не на то, что кто-то на такой господствует. И поэтому Иисус Христос здесь говорит, кто хочет быть первым между вами, то будет всем работа. И меня привлекают те церкви, где, когда я вхожу, я вижу, что там, узнаете на самом деле, служители, они не разрушаются, они не добиваются, они смиренны, они самые смиренны, они сломны, они не выдают себя за каких-то великих, они просто несут служение, постоянно молясь, находясь в каком-то душевых действительности, постоянно молясь за драгоценную душу, кому-то подсказывая, кому-то... И, на самом деле, мы протекуем то, что в момент проповедника он проповедует слово, какое-то отправление, и это слово, оно потом ведет вас в жизнь. Если ты получаешь какое-то слово от Господа, оно начинает тебя руководить. И твоя репостка «Охожи, не бери Бога», оно заключается в твоей личной ответственности. Аминь. Слушаю ли я этот голос? И исполняю ли я тщательно заповеду? Или я и не послушаю? Или я говорю так? Что мне убить туда? К сожалению, в последнее время церковь вкралась в это, знаете, на самом деле, явление, которое в армии, но во всех абсолютно, армии, во всех странах и державах это считается нормальным. Явление, которое получил он с вами в России как дедовщина. Дедовщина это что? Дедовщина, когда ты в армию пришел, ты поступаешь в какой-то под разделение, и там какой-то старошлужащий, он подходит и начинает всячески тебя унижать, заставлять делать какие-то унизительные вещи. И ты ничего не можешь сделать. И в армиях царит такая другая рука. Не дай Бог ты расскажешь офицеру. Ты будешь самым последним человеком до конца стулья. Ты никогда не станешь дедушкой или старошлужей. Тебя будут постоянно унижать. Смирись, воспользуйся как унижать. Делай все, что тебе не сказано. Придет время, и ты сам начнешь унижаться. Ты сам будешь как Бог. Ты встанешь старошлужей, ты станешь дедушкой, ты будешь спокойно унижать с унижателем. Это в армии протекут уже испоконный год. Я представляю, что вот это явление просто в основном в мире, в мире практически везде. Во всей человеческой структуре. Ты придешь на работу куда-нибудь в какую-нибудь большую конфальню и тебя там начнут унижать. И скажите так, смирись, вытяните это унижение. Придет время, ты станешь начальником, и потом ты сам будешь что унижать в мире. Понимаете, это абсолютно мирская система, которая построена на унижение. Это такой прины сцепной реакцией, которая говорит о том, что будь сегодня ораком, чтобы потом завтра стать господином, чтобы унижать в мире. Бог так поступает. И знаете, вот когда это проникает в церковь, ты можешь видеть какую-то церковь, ну, я не знаю, как это назвать, церковь в кавычках или какое-то религиозное объединение, и ты видишь, как там священнослужители унижают в мире, заставляют их делать какие-то страшные вещи и называют это послушничеством. Слушай, если сегодня все, что я тебе не скажу, делать, завтра придет время, ты встанешь повыше немножко, да, в кохоте служения, ведь ты будешь так же унижать в мире. Это не библийский подход, абсолютно не в адресе истины, аминь. В церкви Божьей, в церкви Иисуса Христа никто никогда никого не унижает. В настоящей, в истинной церкви Иисуса Христа никто никогда никого не унижает. Никто не смотрит свысока. Ну, так, по крайней мере, должно быть, если ты хочешь взять, будь меньше. А если ты хочешь быть первым, будь всем, абсолютно всем в церкви работой. Служи, просто служи. Тогда на небесах ты начинаешь звучать реально наград. Аллилуйя! Это то, что говорит Иисус Христос. И надо просто, это надо вот так, принять веро или не принять. Ну, просто, нет, Господь, ну, это не для меня. Я думаю, что я в церковь приду, сделаю связи с карьером, ну, стану таким начальником и начну там на право на веру. Это не про живую церковь. Мы будем идти за Господом. Мы будем, востоку Слову Божьему, мы будем внедрять в наше церковь именно вот эту театрическую такую систему. Внедрять, знаете, на самом деле, это не хорошее слово. На самом деле, нам нужно просто смеиться, как я говорю, Боже, просто позволите мне сделать то, что Он действительно хочет. Не то, что вы хотите. Потому что все наши человеческие усилия рано или поздно просто разбиваются. Просто как в Москве вон. В 45-е стихе говорит так, слова Иисуса Христа, «Ибо и Сын человеческий не для того, чтобы пришел, чтобы Ему служить. Божий Сын пришел с небес не для того, чтобы мы Ему служили. Для чего Он пришел? Ну, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления нового». Иисус Христа пришел на эту землю послужить, стать рабом. Представляете, да? Царь, царь, пришел на землю, чтобы стать рабом Божом. Вот это лично истинно божественная любовь, которая являлась и является по сей день на земле, когда Бог приходит в виде снеги, когда царь приходит в виде раба. Это истинно божественная любовь. Следующее место, которое я хочу открыть. Давайте мы вместе откроем. прежде я хочу задать такие вопросы. Кроме того, что нам питают на небе, да? хорошо так осознавать, что я оставил свою семью в руку, то есть я не крепил своей семье, я просто включил руку Господа и мне Господь в ответ дал Пусиню Церковь Божий, сегодня я имею во сто крат больше, это меня, конечно, очень радует. Я оказался какому-то богатству, если мне не предельно какому-то богатству, хотя я не верный человек, но если не предельно, лучше на небесах на сто крат складываться, и у меня открывается без счета. но что все-таки делает нас верующих по-настоящему богатым? Как это выглядит? По какому критерию можно определить, что ты стал действительно богатым для Бога? В Божьем глазах? Какой главный признак того, что ты обрел Бога и что Бог обрел тебя? Какой приз? Давайте нам первую подсказку. Она написана в первой послании коллегии, 13-й глава с 1-й по 3-й стих. Первая подсказка она говорит «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я весь свинячая или кимбол звучащий. если имею дан пророчество и знаю все тайны, имею всякое познание, то есть абсолютно все знания и всю веру, так что могу и горько представлять, а не имею любви, то я ничто не если я раздал все имени мое, то есть вот буквально сейчас мы прочитали, вот оказался в имени, проигрывал у меня на немцах, но если я раздал все имени мое и отдам телом односажение о любви не имею, нет мне в том никакой пользы, а не логика. То есть что очень важно нам сегодня объяснить, если я от чего-то отказываюсь, но не ради любви к Иисусу Христу, в этом нет никакой пользы, если я имею все знания, если я имею все богатство, Иисус говорит, что пользу тебе, если ты приобрел весь мир, а душе своей повредил, ну что в этом ходе? Ну, если я имею божьи любви в своем сердце. Вторая рассказка, она написана в первом прослании 4 глава, с 4 стихах, 4 ore, 6 ore, 6 ore, 6 ore, 7 ore, 6 ore, Дети вы от Бога и победили их, ибо Тот, кто вас, больше того, кто в мини. С 5 стиха. Они от мира, потому и говорят о гостях, и мир слушает их. И здесь апостол Иоанн начинает главу о духе антикеста и о тем, кто принадлежит эту группу антикеста. И вот знаете, действительно, мы можем увидеть на сегодня какие-то очень опасные религиозные направления, которые, апостол Иоаннов это подтверждает, они даже уже говорят о них. Понимаете, очень нужно легко определить. Вы заходите куда-то, вы смотрите, вроде бы на религиозное объединение, но там говорят о порядке. Там говорят уже чуть ли не на полном блатном языке, вот и чуть ли уже там люди ругаются со сцены, и там на обзорку в церкви так не проповедуется, можно сказать. Можно сразу отличить. А не от мира, потому и говорят о гостях. И мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот и не слушает нас. Посему знаем духа истины и духа заблудения. Возлюбленные. Будем любить друг друга. Вот здесь апостол Иоаннов говорит замечательные и невероятные стихи. Будем любить друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий раздет от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам относилась в том, чтобы Бог послал мирный народного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Давайте мы еще раз просим. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Вы знаете, на самом деле, Божья любовь, она не встречается в том, что кто-то любил. Аминь. Можно быть очень плохим человеком, можно быть просто каким-то негодяем, и при этом оставаться любимым человеком. Твоя мама, она будет любить тебя все равно. Аминь. Но любовь не в том, что Иисус Христос пришел на эту землю, и мы возлюбили Его. Его Божья любовь привело в том, что Он пришел для того, чтобы явить Свою любовь, чтобы показать нам, как Он сильно любит нас. Аминь. Но это еще не все. Через это Иисус Христос нас чему-то призывает. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в уме на степенье за и на ситуацию. Бог как раз любит, я любим. Но это еще не все. Узнаете так? Мама оставаться любимым. Я сейчас напоминаю то, чего я сегодня начинал сегодняшнюю пробовать. Когда Иисус Христос встретился с богатым юношем, он посмотрел на него, и что написано? Он полюбил юношу. Но полюбил ли юноша в ответ? Юноша пришел в сторону, опечалил сердце его, потому что он был богатым, ему было богатое имение, и он не захотел это отпускать. Юноша пережил Божью любовь, он пережил то, что Иисус Христос его любит, но ничего не сделал в ответ, не принял послушание. То есть, Библия нас учит, что если я хочу познать настоящую Божью любовь, я не только должен принять эту Божью любовь, не только должен ее пережить, я должен пропустить ее через себя. Аминь. Любовь для меня заключается в том, что я не только любил, но я и любящий. Ибо как подойдет в нас Бог, что как и мы должны любить друг друга, Бога никто не видел никогда. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнает из того, что Он дал нам Бога Святого. И мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Спасителя Мину. То есть, понимаешь, что Иисус есть Сын Божий, в Нем прибывает Бог, и Он в Бог. И мы познали Его, который имеет нам Бог, и уверены в Нем. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает Бог и Его в Нем. Любовь для того совершенства достигает нас. Что мы имеем где-то заявление в день суда. Потом, что поступаем, мы везем, как Он. И вот это, конечно, уникально. Любовь для того совершенства. Вы хотите достичь совершенства в любви? Библия дает нам по каждому примеру. Если мы хотим достичь совершенства в любви, то мы должны в этом мире поступать так, как Он поступал. Представляете, какое надо иметь дерзновение? Вы слышите еще не только? Дерзновение о том, что верить в то, что в этом мире поступает так же, как Иисус Христов поступает. Ты идешь по этой земле, ты двигаешься просто вот, ну, на самом деле, по этой жизни, те, кто-либо в другой ситуации, спрашиваешь от себя, Иисус, как бы ты поступил в этой ситуации? Иисус, что бы ты сказал этому человеку? Иисус, что бы ты сделал? Понимаете, о чем я говорю? Но Библия нас призывает не только к тому, чтобы поверить в это, что можно оказываться в этом мире поступать так, как Иисус Христос поступал. Библия говорит нас, утверждает о том, что мы реально можем в этом мире жить так же, как жил Иисус Христос. Это обещание Иисус Христос говорило о том, что в этой мире вы будете поступать так, как Яблок. Вы будете делать то, что, это в Евангелии написано, Вы будете делать то, что я делал, и даже более того. Это написано в Евангелии от Иоанна. Вы будете делать то, что я делал, это слова Иисус Христос, и даже более того. Вы знаете, я просто истинно верю то, что это не про то, что мы можем сделать что-то больше Иисус Христос. Конечно, это не работа. Это истинно говорит о том, что тот же самый Иисус Христос, тот же самый Иисус Христос, он сегодня может продолжать делать что-то через нас. То, что он делал 2000 лет назад, он может продолжать делать сегодня. И будет делать даже больше того, что он делал 2000 лет назад. Знаете, где мы говорим? Вот в это надо поверить. Почему это не происходит в нашем мире? Нет, это что-то и делал. Мы как раз и к этому и делаем. Потому что очень печально, что большинство христиан в это даже не верят. Понимаете? Даже не верят. Они не верят в то, что сегодня вы можете просто войти в какую-то любую взятку. Так, просто отгнуть их пальцами, просто вот так, я пойду и покажу с освящением. С освящением. И он скажет, вас там вот в ту цепь, где вы слышали, когда приедете, у вас там будет. Этого не может быть. Вообще не может быть. Невозможно слышать Божий голос. Невозможно вообще сегодня общаться. Если я, священник, не могу общаться с Иисусом. Что вы там о себе думаете? Понимаете? Вот именно вот это вот случилось. Вот в чем отличие евангельской цепи? Что в евангельской цепи, по крайней мере, в это верят. Но мало верят. Понимаете? Библия нас называет, как и поступать. И вот этот момент шахера. То, что ты в какой-то ситуации не знаешь, как все висит. Ты молишься, говоришь Господь, как бы ты поступаешь. Ты получаешь откровение библии. И в тот момент, когда ты делаешь вот это, вот в этот момент библии. Понимаете, да? И Бог в этот момент в тебе. И только в этот момент, Бог Божий Господь, у нас совершенная есть. Она достигает эпатея совершенной. Никогда я просто слышу его истины. И просто говорю так. Какая прекрасная истина. Какая прекрасная любовь, что это было. Я так, ну, просто восхищен. Вышел и забыл. Понимаете? Ну, истины-то евангельские проповедуются цепи. Не для того, чтобы мы их запоминаем. Не для того, чтобы мы именно же восхищали. А для того, чтобы мы реализовывали в своих жизнях. Тогда, только тогда мы становимся христианами. А для того, любящими христианами. Не только любимыми, но любящими. В любимой эстрахе. Ну, совершенно не после тканя эстрахи. Потому что в эстрахе есть мячение. 19 стих. Будем любить Его, потому что Он приедет, Он любил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит. И такие есть. Кто должен? Ибо не любящий брата своего, который убедит. Как может любить Бог, которого не любит? И мы имеем вот этот запрет, что любящий Бога любил и брата своего. Аминь. Мы христиане, мы на самом деле... Истинность моего христианства заключается в том, что я не только на слова христианина, я говорю о том, что в сердце, какие красивые слова, которые любят Бога, а все в сердце. А если есть мир, хотя бы один человек, которого я ненавижу, я лжец, видели это... На самом деле, я обманываю самому себя, я обманываю кому-то еще, но не его. Если есть хотя бы один человек, которого я ненавижу, мне надо простить его. И по любителю. Потому что Иисус призывает. Возвели даже моряка с вами. И последнее место, которое я хочу сегодня открыть. Оно написано в первом послании Петра. Восьмый стих, четвертая глава. Первая послания Петра. Четвертая глава, восьмый стих. Написано так. Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Более всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Апостол Петр призывает нас имейте усердную. То есть усердную от какого слова? От всего сердца. Правда? Истренная любовь. Потому что... Ну, я не знаю. Мне кажется, когда любовь у меня от всего сердца, можно не навозить вообще любовь, да? Если я просто нарисую улыбку и своих братьев любит тебя, вы хотите дойти с ним на любовь. Истренная любовь от всего сердца заключается в том, что ты не просто отлибаешь брата или сестру, а что ты реально думаешь о брате, о сесте, вникаешь в нужды и каким-то образом участвуешь. Аминь? Потемянства мать. Любовь она не в словах. Она в поступках. И раз у нас еще есть время, я хочу еще здание открыть, я на этом буду заканчивать. Я буду опять восторгаться апостолом Павловым и нашим господином Собеском. Апостол Павлов пишет уникальные такие слова. Это написано в «Послании Филипийцам» в третьей слове. Павлову уже можно восторгаться, он не вознесется, он не возгордится, потому что он уже восседает там со святыми словами святых. Здесь в «Послании Филипийцам» в третьей слове, я не давал это место, я просто сам прочитаю, оно будет из-за Библии, вы просто примите со мной. Апостол Павлов сказал, «Послание Филипийцам» в третьей слове святого стиха. «Берегитесь псов! Берегитесь злых делать! Берегитесь обрезания!» Еще раз повторяю, в то время иудеи выходили в различные церкви обращенных из язычников и убеждали явинов, обращенных из язычества, обрезаться и становиться явлением. Хочу сказать, что в последнее время это становится все более популярным явлением. Даже, просто я знаю даже лично людей, которые поехали в не будущее явление, и они поехали в Израиль за то, чтобы принять единицу и стать живееем. И принятие обрезания уже вопрос вопросов. Апостол Павлов говорит, потому что не надо это делать. Что вам делать? «Берегитесь обрезания!» Потому что обрезание мы, устраившим его духом, избавляющимся Христом Иисусом, и не надеющимся. Хотя я могу надеяться и на путь. Если кто-то другой думает надеяться и на путь, то он более яркий. По слову Павла Тобова, бывший еврей из евреев. «Обрезанные восемь людей, из рода Израиля, колено в Вениамин, евреи и евреи по учению фарисеев, в поливности границей церкви». Он гнадзе, он сажал тюрьму, заставлял верующих увидеть Духа Святого. Принуждать самым тяжелым речем. «По правде законы не порочно. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой». Тедьмой стих уникальный. Хочу сказать, апостол Павловна покажет уникальный, например. Павел, когда бывший Санкт, он обладал абсолютно всем. Я хочу сказать, что это был очень богатый человек. Он был, состоял в синтепионе, он имел колоссальную глаз. Аминь-те-те-те. У него были колоссальные знания. Он сидел, внук со мной, гаморел, величайший учитель этого времени. То есть вот этот человек, он мог бы вознагриться, он мог бы сказать о том, что ну чё, ребята, ну просто вы крестьяне ничего не знаете. Я иудей. Давайте вот смотрите по закону. Ну как все разложить? По полочкам. Как исполнять, как обрезаться. И он мог как раз бы, открывая вот эти церкви из язычников, он мог бы лучше этих язычников обрезать и делать из них евреев. Апостол Павлов этим не занимался. Евреи из евреев не делают из язычников евреев. Он вызвал его, потому что в Христе Иисусе уже не имеет значения. Нации, пол, мужского пола или женского, евреев и евреев язычников. Мы все одно по Христе Иисусе. Аминь. И что он дальше пишет? Он говорит, что все, что у меня было преимущество, я от всего этого оказался. Вы знаете, на самом деле не трудно быть нищим, ну, бедным человеком, езотически бедным. Он говорит, ну, куда делается? Это просто какая-то нужда. Приехал к нам мировой учитель, когда-то в наш город. Он говорит, я шел по улице и вижу бомжа. Бомж, ну, там, по-моему, не говорится. Я дошел, что он посмотрел на меня на вуз, мы заговорили. Я давал, ну, послать на церковь, там, говорю, просто давай приходи к нам. Вот я здесь ел, поздравляю в вашей церкви, жизнь твоя наладится. Вот делай вот это, то, 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 и все будет у тебя нормально. Этот бомж говорит мне, и ты меня еще будешь жить не учить? Понимаете, да? И говорит, какая гордость. И просто, ну, я убедился в том, что любой человек на этой земле над этим чем гордится. Потом выяснилось просто, что у него целая вот эта территория, которую он вот так просто контролирует. И все вот эти помойки, они ему будут ждать. И он очень, наверное, жить не гордится. И подумал, как его не учить. Ты меня еще будешь жить не учить. И, знаете, на самом деле легко быть нищим, легко быть бомжом, потому что у бомжей это не обсуждение, у него не своя философия. Свой образ жизни. Дай бомжу денег. Завтра он опять будет нищим. Потому что он не вывг, чтобы деньги долго затеркнулись в его руках. Ему нормально, ему комфортно. Там жить вот в этой коробке. Он ничем не связан, он чувствует себя свободным каким человеком. Но очень тяжело им быть богатым. Действительно богатым человеком. Имеет колоссальное мнение. Неследный вопрос и в определенный момент отказаться. На самом деле, да? Имеет колоссальное мнение. Имеет колоссальное мнение. Он отошел. Огорченный. Как я могу это сказать? У него был большой вид, я говорю так. Очень тяжело стать нищим, когда даже в руках не решили несметное заповище. Вот хочу сказать, что апостол Пан был таким человеком. У него были колоссальные опасности. У него была колоссальная база знаний. У него была колоссальная база. Он говорит, я от всего этого отказался. От всего этого отказался. Но ради чего? Если просто так оказался, это безумно, правда? Я отказался от всего этого ради Иисуса Христа. И вот тогда, если это ради Иисуса Христа. Ради того, что Иисус Христу сказал себе, откажись. Потому что ты в рабство находится. У всех вот этих хитрей. Стань мне мальком. Следуй за мной. Возьми крест. Иди за мной. Вот тогда это имеет колоссальный смысл. Потому что, если это из беды сделано, к Иисус Христу. Тогда ты действительно становишься очень богатым человеком. Ты в этот момент становишься богатым Богом. Аминь. Кто богатый человек? Тот, кто исполняет заповеди Его. Я хочу сказать, что в тот момент, когда ты исполняешь заповеди. Когда ты воплощаешься в Божий план своей жизни. Ты говоришь о том, что ты принадлежишь Богу в этот момент. Ты послушал ему. И в этот момент, я хочу сказать, что происходит вот такой обмен. Ты можешь так же сказать. Бог принадлежит мне. Это дай ему. Бог, в момент моего доверия, упования на Него, в момент моего слушания. Он мой. Потому что я полностью слепую Его. И поэтому я самый богатый человек. Аллилуйя. Именно по этой причине. Именно в момент послушания. Поэтому послушаем Богу человека. Это очень богатый человек. Хотя мы с ним не показались. Мы могли бы посмотреть на апостол Павла. В те времена. Он из всего оказался. Он стал. Просто он стал бедняком. Помимо этого. Что для меня было преимуществом. То ради Христа я почту щитой. Да и все почитает щитой. Ради превосходства. Познали Христа Иисуса. Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сот. Чтобы приобрести Христа. И найти с Него. Не со своей правильностью. Которая от закона. Но с той. Которая через веру во Христа. С правильностью. От Бога. Поверь. Аллилуйя. Апостол Павел. Воскресает эту уникальную истину. Чтобы найтись в Нем. Не со своей правильностью. Которая от закона. Вы знаете. Можно ли через закон. Заставить человека любить. Можно ли вообще. Заставить человека любить. Любовь наше сердце. И сделает с Духом Святым. Если нас поставляют по закону. Он говорит о том. Что надо вот сделать вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Не прелюбодействуй. Там не смотри. Там не крати. Не завидуй. И нас оставили со всех сторон. И что тогда. Я хочу сказать. Что я боюсь в этих цепях. Где все запрещено. Ивануевская Центрик. Она учится в Ассульном Булу. Познает Бога. Войти в общение. И молиться в отношении с Ним. Через воду. Среди благодать. Пусть произойдет вот этот обмен. Аминь. Ты. Помощь. Целековство во всех Божьем. Бог становится твоим Богом. Аминь. В этот момент я становлюсь самым богатым человеком. Богатым Богом. И вы знаете. Вот там благодать. Которая наполняет меня. Бибель говорит. Что тот кто любит. Он уже исполнил закон. Закон начинает вытекать из меня буквально. Кто любит. Он не умрет. Аминь. Кто действительно любит. Он не украдет. Кто действительно любит. И познал Божий Бог. И никогда не позавидует. Аминь. Тот кто любит. Он просто вот так. Течет. Души. Закон. Ему легко исполнять. Вот я рассказывал. Как мне там. Как я говорю с Богом. Или там. Что вот. У меня только такие добрые испытания. Не подумайте. Что я тогда жаловался. Я понимаю. Что любому. Служителю. Который несет служение. Для Бога. Или во Христе. Иисусе. Очень трудно. Но я считаю. Если мне пригласить всем богатым этого мира. Я никогда не окажусь этому служению. Которое я несу. Потому что для меня это благодать направляется. Несмотря на то. Что это не легко. Но я получаю. Благословенное общение с Господом. И на самом деле. Просто. Ну. Все остальное. Оно меркнет. Просто меркнет. Иисусе. 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 предложить тщеславие, когда действительно хочется быть каким-то знаменитым, что где-то там что-то засветился, и если человек к этому прилепился, то эти две вещи независимы. Иисус Христос показывает примерно то, что, как я уже говорил в прошлый раз, Он, будучи богат, написано, Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились через Его нищету. Уникальное такое место в Библии, которое говорит о том, что Бог во Христе Иисусе, будучи богат, Он ради нас обнищал, имеет нам какую-то колоссальную любовь. То есть Он оставил все богаты. Бог во Христе Иисусе оставил все свои звания, все свои рекалии, все свои титулы, оставил дом, спустился на эту землю и предстал перед нами, как рак работы. Аллилуйя. Только потому, что Он нас как сильно возлюбил, Он сошел на наш строй, Он стал нам служить, омывать нам лёгку нашу. И видите, такой аспект о том, что Бог отказался от славы, потому что просто на самом деле, если вы просто посмотрите на Голгостский крест, никто бы из нас бы не захотел бы пойти туда, на это место, даже просто посмотреть. Иисус Христос был обнажен, Он был изрублен наибачей всякого мира человеческого. То есть Иисус Христос добротольно оказался от славы, потому что любой человек, видя всю эту ужасную стражину может сказать, что я ничего не буду знать про этого человека. Он висел на позору славы, он был как опозорен, он был как лучшим, на Него плевать. Говорили странно какие-то помню слова. Когда селся написано в пуланах, постоянно в пуланах. Как Его проклинают? Несмотря ни на всё, Иисус Христос что? Он просто отказался от славы. Он готов был пройти через всё ради нас. Через позор, через колоссальный бой, через смерть и даже через ад. Через адское место, где можно сказать, что всё вот Иисус Христос, как меня, все демоны, воплодец сатаной, они просто накроются, если на эту тушу потащили его, да? Но в Библии с Божьей славой Иисус Христос одержал полную победу. Бог виден, что Иисус Христос прошёл, он был опозорен, он был лишён всякой славы, всякой чести, всякой величины, всякой обогазки, всякой области. Бог как награду дал ему, Иисус Христос, всю славу. Слышите? Библия говорит о том, что Бог отдал Иисус Христу всю власть. Вы можете найти это через симфонию. Всю богатство, вся она, вся слава сегодня находится в нашем родном Иисусе Христе. Она на нём сконцентрирована. Сегодня Иисус Христос является единственным кадаром, потому что он достойный. А любовь? Я хочу сказать, что через это Иисус Христос нам показывает очень хороший пример о том, что он оказывает, что Иисус Христос нас как возлюбил. Апостол Иоанн Василисович, что вот и мне вот так вот видеть, как он возлюбил у меня. Апостол Павел Василисович, меня зовут. Вот и мне пройти вот через это буквально апостол Василисович, потому что если Иисус Христос от этого отказался, я тоже хочу отказаться. Если я к чему-то привлекаю, я отказываюсь отвлекаться от этого. Какие-то знания, какое-то показано, какая-то власть, какие-то отчеты. Всё это я прочитаю с вами за сот, ради того, чтобы продолжать познавать, кто такой Господь Иисус Христос. Через Иванове, через молитвы, через личное общение, через посты, через общение между первичными. Сегодня вы что-то чувствуете, переживаете здесь вот подо мной? Переживаете ли мы и Бог Иисус? Вот лично для меня вот это самое главное, потому что я прошёл поражение. Если вы сегодня пришли ко мне, или для того, чтобы послушать другу прославления, или просто для того, чтобы просто посидеть и послушать какие-то истины. Но если вы пришли сюда ради Иисуса Христа, то вы очень бесконцентны. А если вы ещё приняли эту весть, а если вы ещё пошли и испунили, то считаете, что любовь может охранять вас, достигая совершенно, и покинет. Вот это то, что ожидает, что от нас Иисус Христос. Он жаждет, Он алжит, в этом Его воля. Всё остальное, это всё мусор, это всё сок, это всё читат. Не стоит даже отвлекаться. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы сегодня пришли, чтобы познать ещё что-то об Иисус Христа. Чтобы познать самого Господа Иисуса Христа. Чтобы войти ещё больше, чем Него. Аллилуйя. Если это так, то мы блаженны, мы благословяем дни. Давайте мы с нами помолимся. Пусть Божья благодать она не только наполняет наши сердца, но и располагает нас к реальному поступку, реальность дела. Это не только Бога, чтобы благослови Господь нас, чтобы нам не только ощущать как Него любимого. Но чтобы нам любить Господь Божьей. Брата или сестру. И того человека, в этой мыи, который не может быть ни в нести, будто я как будто нервис. Я просто говорю, как можно его любить. Я думаю, можно его просто даже видеть. Но это и есть показатель того, что ты все еще продолжаешь любить свое человеческое ограниченное любовь. Момент веры, момент истины заключается в том, что в тот момент, когда мы начинаем любить ненавидящих нас, мы начинаем любить Божью любовь, которая не имеет границ, которая безгранична. Когда мы начинаем любить наших врагов, в этот момент мы можем четко знать, что мы любим любовью Иисуса Христа. Когда мы благословляем проклинающих нас, это тот рубеж, на который мы перешли, это мы перешли и он, на самом деле. Мы уже не любим, мы не благословляем своими человеческими силами, своим человеческим сердцем. Мы можем благословлять проклинающих нас, только имея благодать на благодать. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа, Господь Иоше. Помоги мне, Господь Иоше, Отеца, Сама, Господь, поверить в тебя, Иисус Христа, имеющую безграничную любовь, благословить всех, кто меня всячески ненавидит, больно меня, научи меня благотворить, молиться за обижающих меня, не обижаться. Но Господь Иоше молится и всячески благотворит, Господь Иоше. И в церкви мы призвали покрывать. Мы сегодня почитали место ветра написано, любовь покрывает множество любовь. Церковь это не то место, так как, когда мы пришли, мы видели, помните недостаток, и как будто бред проявились, и мы сказали, «О, я вас оскорблен, я вас собрали, я больше не могу здесь с вами, они такое говорят, или они такое там делают. И кто-то меня обидел, и кто-то не так посмотрел». Церковь это то место, где мы покрываем бесконечную и бесконечную любовь Иисуса Христа. Любовь она на самом деле покрывает. Любовь она заключается в том, что когда я узнал, что у брата есть проблемы, когда я узнал, что у сестры есть недостаток, когда я узнал, что у моего ребенка еще есть какие-то болот, любовь проявляется в том, что я остаюсь с ним, я остаюсь на его стороне, я покрываю ее любовью, я принимаю его в это Божье любви, вот это Божья любовь. Я послал Павла Святая в первом послании к коридоризму, он 12-й век. Любовь она все покрывает. Любовь, любой недостаток. Если мы смотрим, или будем смотреть на брата Иисусу, в глазах Иисуса Христа, мы не видим недостатков, потому что любовь Иисус Христа на все покрывает. Мы принимаем право, мы принимаем сестру, мы принимаем, что мы находимся в церкви Божьей, где Божья любовь, она царствовалась. И мы можем легко прощаться, мы можем легко благословлять, мы можем легко любиться, потому что мы прилегли к Богу, потому что Бог есть любовь. Потому что мы узнали сегодня, что когда мы исполняем его запад, и когда мы не будем, его любовь достигает нас совершенно. Аля, Боже, тебе слава за все, и величие, Отец. Благодарим себя за это уважение. Пусть те истины, которые мы узнаем, узнали сегодня, они выкачевывают из нас. Все то, что мешает благодать, течь свободно. Это полноводная река, течь свободна через нас. Это бесконечная река, которая не имеет границ, которая не играет. Аля, Боже, слава, Слава 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 Слава. И нам не пути христианами, только нас в Адваре Слава 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 Слава. Спаси нас от этого. Потому что, если кто-то как его привыкнусь, мы становимся самым страшным, как в мире воздухом. Мы начинаем просто разносить этот фаристический заквас, который мы взяли с земли. Спаси нас от этого, Боже. Сегодня мы стоим в доме, в доме, в доме, когда нам просто надо переступить, от украины, перейти через веков, водилами тонну землю, поверить в то, что я растет свыше, принимать от духа, старый, настоящий, для Божьей и для нижней любви. И верить в то, что сегодня Иисус может продолжать действие через нас. И не только верить и действовать так, поступать так во всем, как Он поступал, а, говорит, «Боим Иисусом, Иисусом, Иисусом». А, ребята, это будет явная слава Твоя. И на каждом месте будем являть Твою славу, будем поступать так, как Ты поступал, являть Твою любовь, Твою благодать. Нам нечем гордиться, потому что все, что будет происходить, это будешь Ты делать. И нам только останется еще и еще раз создать Тебе славу за Твою любовь, за Твое прощение, за Твои благословения, за Твою благодать. Этим отличается живая церковь от мертвого, от мертвого направления. Этим отличается твоя церковь, от которой Ты поставил, Иисус. Где Ты глава, где Ты паспорт, где никто никого не унижает, никто не над ним не привозносится, но мы служим. Мы покрываем Бог в любой, мы принимаем дух в этом нужном мире, давая еще и еще один шанс стать ближе тебе, стать совершенником. Вот он план социальный. Я не почитаю себя, достижение, но забываю заднюю, постараюсь вперед, отчасти высшего звания на небесах. Слава тебе, Господи, этот великий муж, муж верный. Он не мечтал себя совершенно, он просто усамлялся каждый день, каждый день. Еще и еще раз познавать и познавать. Здесь нет конца. Еще познавать, Иисус в лесах, еще познавать. Слышать Его запомни, слышать Его голос, это самое великое облачство на земле людей. Исполнять Его повеления, новые слова, реализовать в этом году. И переживать, когда это будет достигать нас совершенно. Мы молились, Господи, еще раз, и в латынии, в войне нашего Господа Дней Сушиста, и наоборот уже скажет «Аминь». Давайте прославим.